Приветствую вас, и вы знаете, я увидел у вас в тексте сомнений, и самое главное, я увидел у вас в тексте много сомнений. Понимаете? Правила, ну даже не правила, а может быть, скорее, скорее, такое, позиция, давайте назовем это так, позиция. Позиция такая, что если вы сомневаетесь в чем-то, например, вот в данном случае вы сомневаетесь в том, что стоит ли выходить замуж, да, у человека, и идти, грубо говоря, на его условия, то делать этого не нужно. Вот и всё. Понимаете? Если вы сомневаетесь в том, что бы что-то сделать, то этого делать не надо. Просто не надо, и всё. Это очень хорошая рекомендация на позиции на любой случай жизни. Понимаете? Какая история. Вам не нужно делать чего-то через силу. Вам не нужно делать что-то, если вы сомневаетесь в себе. Вам не нужно этого делать. Вот и всё. По моим ощущениям, вы не готовы к браку. Ещё. Я не могу сказать, что вы вообще никогда не будете готовы к браку. Это было словно вам решать. Только. человек. Но вы не готовы к браку. Это, на мой взгляд, очевидно. Потому что вы не готовы жить, а, может, с его мамой. Что, в общем, ну, правильно, если вы не готовы жить с его мамой, то и не надо этого делать. Если вы не хотите, не готовы, вы не будете счастливы. Вот. То есть, у меня вопрос, насколько вы прислушиваетесь к себе. Понимаете? Вот. У меня вопрос, насколько вы доверяете своим чувствам. Вот. И доверяете ли вы им вообще. Потому что они чувствуют, чувствуют вас. Они вам как бы прямым текстом говорят, что вы спешите. Что вы торопитесь. Что не нужно, не нужно этого. Что вы можете ошибиться. Вам прямым текстом это говорит. Это ваши чувства говорят. А вы как будто это не слышите. Вот. Ну, я не знаю. Может быть, вы не хотите, не хотите слышать. Может быть, что-то ещё. Вот. То есть, ещё раз, если вы в чём-то сомневаетесь, касательно своей личной жизни, касательно вот каких-то какого-то выбора. Да, да. То есть, вот. Ну, непосредственно непосредственно. В контексте. Ваших действий. Вот. Я думаю, что вы это прекрасно сами понимаете в глубине, в глубине души. Дальше. 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 Вы говорите. Вам помочь. Понимаете, мы бы помогли, если бы знали, в чём именно вам помочь. Лично я не очень понимаю, какая именно помощь вам нужна, помочь в чём. Если вы говорите, например, про то, чтобы решить за вас, что делать в этой ситуации, то нет, мы не можем помочь вам в этой ситуации. Решать, как правильно сказал мой коллега, решать нужно вам, в этой ситуации решать только вам и никому больше. У мужчины, у мужчины вашего, да, есть чёткая позиция. Чёткая позиция. Он знает, как и что он хочет. Это может быть хорошо, это может быть плохо, неважно. Он знает, как он хочет. И вы либо соглашаетесь на это, либо нет. Если вы сомневаетесь, если вы чувствуете, что это не ваше, если вы сомневаетесь на счёт своего будущего, сомневаетесь на счёт того, куда вы идёте, то ни в коем случае не надо соглашаться. Лучше не станут. Вот. Но сомнения ваши, ну вот, просто сами по себе сомнения. Они, значит, ну они заслуживают внимания как минимум. Понимаете? Вот. То есть вам необходимо серьёзно отнестись к тому, как и что вы думаете. Как, что и почему вы думаете. Вот. Я серьёзно говорю. Отнеститесь к этому серьёзно. То есть скажите молодому человеку, что да, окей, ты прав, ты прав, как бы всё так, как ты говоришь, но я хочу, я хочу жить, например, например, в городе. Вот. Что мы будем с этим делать, допустим. И человек, если он вас любит, он, ну, отнестёт серьёзно к тому, что вам хочется. Вот. Понимаете? Если нет, то он будет, получается, ну, навязывать вам свою позицию. Вот. И, и опять же, просто чтобы вы поняли, что это его право навязывать вам позицию. Это его право. Но ваше право, значит, либо принимать это, либо нет. Вот и всё. Понимаете? Какая история? Мне кажется, что вы, ну, вот, как-то ждёте, что за вас, эээ, примут решение. Вот. А, мне кажется, что это одна вот из таких, ну, достаточно серьёзных проблем. Так, значит, эээ, так, встречаемся пять лет с парнями, мы двадцать пять. Ну, знаете, вот, как бы, то, что вам двадцать один, и вы, живёт, ну, работать, это, с одной стороны, хорошо, конечно, а, с другой стороны, эээ, ну, может быть, имеет смысл посмотреть в сторону учёбы, то есть, то есть, вы, как бы, ну, для своего возраста, эээ, можете выучиться, может, кем-то, кем-то быть, то есть, получить профессию и так далее. Вот, вы говорите, что вы учитесь, да, но, тут, в общем, ну, не знаю, какая-то более чёткая позиция, как мне кажется. Вот. То есть, тут, мне кажется, нет, нет у вас, вот, ну, чёткости, чёткости в, эээ, вопросе. Именно, именно, вот, по отношению к, эээ, к себе, к тому, что вы хотите. Вот. Так, теперь дальше. Процент. Эээ, процент я, я хотел, эээ, сказать, точно, достаточно так, надеюсь, деликатно. Вы говорите, что ваш папа, это не деспот, да, это ваш ответ. Эээ, он даже не деспот, но он любит, чтобы всё было по его воле. Эээ, скажите, пожалуйста, а что тогда деспот такого? Ну, вот, эээ, серьёзно, если вы говорите, что ваш отец не деспот только потому, что, а почему, кстати? Вот. И вы говорите, что он любит, чтобы всё было по его воле, то что же тогда деспот? То есть, тут, вот, мне кажется, нужно как-то вам определиться с этим, понимаете? Потому что, ну, вы здесь, мне кажется, ну, противоречите себе, к сожалению. Либо вы хотите оправдать своего отца, эээ, и тогда за этим скрывается неуверенность в себе. Вот, либо, либо, либо здесь есть, ну, может быть, что-то ещё, что-то, о чём я могу не знать. А, ну, например, значит, отец деспот, вот. Вы пишите, что вы мечтаете жить в городе, значит, так. Хотите, чтобы ваши дети реализовывали себя, но пишите, что, может быть, это бред. А вот, эээ, вопрос, опять же, к вам, да? А почему вы считаете, что это бред? То есть, откуда обесценивание идёт? Вот это вот. Это же обесценивание, правильно? То, что вы говорите, что это бред. Это не бред, это то, что вы хотите. Ну, для себя. Тут вам важно. Так почему же вы называете это бредом? Вот. Мне кажется, что это нужно определить вам. как вот часто, да, как часто вы обесцениваете, а, ну, то, что делает. Как, так часто и для чего. То есть, ну, какая цель у вас. И что вы чувствуете при этом, ну вот, при таком обесценивании, скажем так, того, что вы хотите. И что плохого, что плохого в том, да, чтобы желать своим детям, ну вот, ага, чтобы они реализовывались. На мой взгляд, это отлично. Очень броское желание. Но у вас так не принято, вероятно. У вас так не получено, вероятно. Но это уже совсем другая история. Понимаете? Дальше. Если я правильно вас понял, то вы и работаете, и учитесь. Если я верно понял. Давайте сейчас посмотрим ещё раз. Да, да. Вы пишите, что вы учитесь на бюджет. Значит, смотрите, не очень понятно, почему, с учётом того, что вы учитесь, да, а почему родители оплачивают ваше проживание. Ну вот, вы, значит, работаете, а оплачивают проживание почему-то ваш отец. То есть это, мне кажется, ну, немного странным. Если вы работаете, то в первую очередь нужно, чтобы вам хватало, вам хватало на оплату жилья. И уже потом, как бы всё остальное. А так получается ситуация, что отец, если он оплачивает ваше проживание, то он имеет право, в принципе, так исповести. Что ты ему, ну вот, что ему скажешь. Понимаете? Ничего не скажешь ему. Потому что он прав. Он платит, он прав. Вот, вы здесь, эээ, ничего не сделаете. Вот. Поэтому ещё раз, пожалуйста, на эту тему подумайте. В том ли направлении вы двигаетесь, туда ли вы идёте. То есть если, если, допустим, ну, вы работаете, да, ну то есть, если вы не можете обеспечить, эээ, себя, то, может быть, иметь смысл подыскать, ээ, другую работу. Вот. Если вы хотите жить в городе, то есть за свою мечту нужно бороться, грубо говоря. Вот. А я не вижу, я не вижу, что бы вы за неё боролись. То есть вы готовы с ней расстаться очень, ну, легко, на мой взгляд. Вот. Может быть вам так, эээ, легче, может быть вам так проще, может быть вы, эээ, привыкли столько мечтать и если для вас это нормально, ну, именно, вот, мечты. Но, тем не менее, если вы хотите, чтобы ваши дети были удовлетворены, то лучше реализовываться то, что вам хочется. А иначе, будут просто проблемы. Так, значит, я не знаю, как быть, иногда хочется уехать, сказать, что, эээ, свадьба не будет там, но не хватит, не смелости, не силу на это. Марина, а скажите, пожалуйста, эээ, чего именно вы боитесь? Понимаете? То есть вот чего, как говорят, вы боитесь? Мне показалось, что вы боитесь скорее больше осуждения стороной родителей, например, того же отца. Вы просто боитесь осуждения отца. Если это так, если это правда, если вы действительно боитесь, эээ, осуждения отца, отца, то, может быть, стоит вначале освободиться от его влияния, то есть, проработать над тем, чтобы, ну, не быть зависимым от его мнения. Может быть, так, чтобы он не влиял на ваши решения, которые вы принимаете. Чтобы вы, ну, чтобы решения принимали, эээ, только вы сами. И всё. Мне кажется, это, в общем и целом, эээ, адекватно, потому что сейчас вы не самостоятельны. Вот. И мужчина у вас, он, заметьте, он, он вот такой же, то есть он так же пытается навязать вам свою позицию. Вот. Я не думаю, что это, опять же, для вас это что-то хорошее. Понимаете? Вот. Поэтому, вы подумайте, подумайте на эту тему тоже. Вот. И дальше все можно будет думать, как и что делать, как и что решать. Вот. А пока, пока мне кажется, что это всё из разряда, ну, из разряда мечтанных таких же. То есть вы мечтаете, что будет уже одна, вы мечтаете, что, эээ, то вы будете всё контролировать, но, в итоге, эээ, это не получается. Так как, ну, так как вы хотите, не получается. Если, эээ, ничего не делать, для того чтобы получилось, то не получится, а как по-другому. Вот. Далее, страх. Опять же, чего вы боитесь? Да? Боитесь, например, ну, быть свободной. Допустим. Да? Срак свободы, это такое видоизмененное желание свободы. То есть, ну, вы хотите свободы, как и любой, как и любой человек. Вам хочется быть свободной. Это нормально. Вот. Но вы, во-первых, не знаете, как это, то есть, свобода хочется, а как это сделать, непонятно. Вот. И, во-вторых, она вас действительно страшит, потому что, ну, вы не адаптированы к этому. Вот. Поэтому начните, потихонечку начните с малого. Ну, начните с того, что, эээ, скажи, скажи, скажите молодому человеку своему, что вот так и так, ну, у меня есть вот такие желания, и я этого хочу, например. То есть, хочу там жить в городе обязательно, хочу дать детям адекватное образование, да, будущее, и так далее. Вот. Понимаете? И всё, и это нормально. Абсолютно в этом нечем ничего такого. Заявите хотя бы об этом, получите обратную связь, там дальше все будет видно, как и что делать. Вот. Вот. Ну, понимаете? Вот. Возможно, придётся в чём-то где-то, ну, себя как-то урезать. Да, возможно. Возможно. Ну, зато это путь, это путь к вашей свободе ни много ни мало. И мне кажется, что это здорово, это самое главное. Вот. Не забывать, кто вы и к чему стремитесь, потому что если вы забудете, вот, то, ну, может быть, чисто внешне вы и будете довольны, чисто внешне, может быть, вы будете счастливы, но по факту вам будет очень-очень, ну, не подсыпется, вы будете неудовлетворены. Вот. И, соответственно, будут неудовлетворены ваши дети также. Вот. Так что вы, конечно, думаете, заподумаете сами, вот, как и что. Ну, вот. Ну, я думаю, что решение нужно принимать где-то вот примерно, ну, в этих аспектах, то есть в этом направлении нужно принимать решение, потому что по-другому никак. Вот. То есть я не вижу для вас, я не вижу для вас сейчас, если вы будете идти по такому типу, какой вы выбрали сейчас. Вот. Потому что у вас уже есть страх, у вас уже есть тревога, а тревога это означает, что что-то не так, не так, что что-то нужно менять. Понимаете? Вот. И мне кажется, что это хорошо, что у вас есть, ну, страх. Это здорово. Это значит, что вы не потеряли себя. Теперь нужно учиться выражать, ну, вот, свои чувства, да, и как бы выращая их, предварять свою жизнь. Вот. Необязательно это будет такой процесс, прям, м-м-м, безсерковатости. Вот. Он, он будет нелегкий, но результатом станет ваша работа, и мне кажется, что это здорово. Вот. Либо вы принимаете то, что вам приготовил, соответствует ваш будущий муж, и живете по определенному, как бы, плану. Вот. При этом, ну, может быть, ага, пребывая в неудовлетворенности. Вот. Вот. Вот и всё. Понимаете? Ииии, тут же вам исключительно только решать, опять же, с чего вы хотите. Мне кажется, что вы способны принять такое решение, которое, которое, которое бы, а, удовлетворило бы вас полностью. То есть, именно, именно вот вас. Стоит просто прислушиваться к своим чувствам и немножко, а, превосходить. Да? Просто, ну, как, прогнозировать. Ну, это всё. Вот. Ага. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.